Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Рансиско Ламайер и Берингер. Испанский художник-иллюстратор. Его в ранних жанровых работах чувствуется сильное влияние Гои, но его более поздние ориенталистские работы в большей степени обязаны Дилакруа. Я цитирую Википедию переводную. Родился в Эль-Пуэрто де Санта-Мария 13 сентября 1825 года. Его семья переехала в Мадрид, когда он был еще ребенком. Как только он стал достаточно взрослым, начал работать с гравером Весенте Кастельо. Позже он внес вклад в журнал, основанный Кастельо. В 1841 году он поступил в настоящую академию изящных искусств Сан-Фернандо, где учился у Хосе де Мадразо. Познакомился с его сыном Луисом и через него подружился со всей семьей Мадразо. Два года спустя, побуждаемый необходимостью содержать свою семью и, возможно, вдохновленной любовью к кораблям, которую он испытывал, когда рос в крупном порту, он поступил на службу военно-морской флот Испании в качестве административного чиновника. Хотя это помешало ему продолжить свою художественную карьеру, он продолжал работать в свободное время. Выполнил 125 рисунков, опубликованные в 1847 году. В этот период у него, возможно, был роман, в результате которого родилось двое детей, но он так и не женился. С 1854 по 1859 год он находился на Филиппинах, где руководил комиссариатом, а позже и всей почтовой службой. Однако влажный климат оказался для него вреден, вреден для здоровья и после неподположительной болезни у него развился ревматизм. Вернулся в Испанию в 1860 году, чтобы обратиться за лечением. Год спустя, по рекомендации врача, он уволился со службы и полностью посвятил себя искусств. В 1863 году сопровождал Марио Портуни в поездке в Марокко, где посетил Таджер и Титуан. Вернувшись в Мадрид, открыл студию и начал создавать картины по сделанным им эскизам. По неясным причинам он сопротивлялся идее участия в выставке. В 1871 году, после того, как его отец умер от внезапного психического заболевания, он обратился к написанию портретов и начал портреты своей матери. С 1872 по 1873 год посетил Египет Палестину. Во время пребывания в Египте он приобрел несколько предметов старины, которые продал Национальному археологическому музею Испании, тем самым освободив себя от некоторых финансовых проблем. Он продолжал жить в Мадриде, но часто совершал поездки в Париж, отчасти из-за политической нестабильности в Испании. Его иллюстрации всегда были выгравлены на дереве. Из-за постоянного стресса его ревматизм проявился в виде туберкулёна, и его здоровье быстро ухудшилось. Мать умерла рано в 1877 году и измученный похоронами и трауром, он умер 5 месяцев спустя. Умер 3 июня 1877 года. Вот так вкратце из переводной википедии о испанском художнике-иллюстраторе Франциско, Ламайер и Берингер. Пока-пока, до свидания. Франциско, Ламайер и Берингер. Субтитры создавал DimaTorzok